Мы принимали участие в этой работе более 50 специалистов в области морского личного транспорта, профессионалов в области сображдения, предостроения, права и общественные деятели. Работа была очень интересна, в том, что мы используем материалы, в том числе материалы, которые в нашем распоряжении были. И с выездом на место. Это, безусловно, наша комиссия возглавляла возможности по широкому изучению, занимаясь следственными образом, мы увидели то, что мы увидели на том месте, в том состоянии, в котором мы находились, находились судьи. Поэтому я не буду долго останавливаться на причинах, потому что сегодня уже просташно серьезно на эту тему говорили, налицо, когда для него полноценности, в лабиринском тренировании нормативных правильных актов и мументирующих планирование на проходку судна к рейсу. И судно по существу, по нашему мнению, то, что в принципе не подогнал в главном состоянии. Это, безусловно, не выполненный капитал, не теклажа судна к рейсу, а мументирующая нормативные безопасности, судно по строению, сотрудению, и общепринято приемов, и служить с управлением судна. Ну и в комиссии отмечают также отсутствие действия на контроль, на контроль и надзорную форму. То есть все эти вещи, которые в ходе дискуссии были выявлены. Те подробные наши выборы будут изложены в закрытывающем отчете. Я бы хотел обратить ваше внимание, что все предложения, которые я не знала, мы попытались условно разделить в пять групп проблем, которые, на наш взгляд, необходимо решить в дальнейшем с тем, чтобы и не мереواсти, которые в другом случае существуют. А вот, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе и в других выборах, это повышение ответственности судово-владези. Что мы имеем в виду в том числе? Создание условий, препятствующих нарушениям и невыполнению судово-владези, установленных требований в области обеспечения безопасности судового. В том числе, введение обязательного требования в законных компаниях о наличии сертифицированной системы управления безопасности. То есть там был наличие действий, который позволит исключить в ходе прохождения проверки по системе управления безопасности какое-то бесконтрольное поведение и принятие неоправданных противоречивших законодательского решения. Это введение обязательного страхования ответственности с владельцами перед пассажирами и повышение, если мы уже обсуждали, от размера административного ответственности за нарушение этих правил. Но, грубо говоря, если я не хочу утрировать, но все-таки, когда мы сидим за рулем, мы понимаем, что мы превышаем скорость на 50-60 квадратных час, мы понимаем, что это прекрасно решение, что это водительское удостоверение. И данная ситуация, она существует законодательно, но механизм, по нашему взгляд, необходимо для речного транспорта его усовершенствовать. Следующее, это совершенствование контроля надзора. На масштабном транспорте, по общему мнению членов рабочей группы, система, которая была введена после победителя административного решения, показала свою недвижимость необходимой. Наверное, возвращается назад и выстраивает централизованную систему управления внутренних водных трудях и моря, которая позволит в армии организовать четкую вертикаль власти, и выстраивает централизованную систему управления внутренних водных трудов. Отдельный вопрос, очень серьезный, это применявшийся на речном транспорте схема транспорта, когда предприятия, которые составляют комплексно, комплексно составляют и порты, и сувороженные компаниями, в настоящее время разделены, и по существу, так сказать, как бы речные порты выпали из поля зрения Министерства транспорта, и по существу, на сегодняшний день, у Министерства транспорта нет реальных ключевых по управлению федеральной собственностью. Следующий большой блок вопросов, это повышение роли экипажа судна. Необходимо принять срочное имение на дону неходных путях, сегодня Виктор Славович, я бы не достаточно подробно поговорил, по преодолению единицитов из командного и рядового создания. Создание благоприятных условий, на работе на различном транспорте, и уделение большей полуночей нашего трассивого, в частности подготовки и утверждения образовательных программ, потому что если применить именно на различном транспорте, то мы сегодня видим, что у нас учили как-то из специальности, как сговорительный механизм, механизм-соговоритель и так далее, что не позволяет эффективно использовать те небольшие возможности, которые есть на руке в этом транспорте. Четвертый блок вопросов серьезный, это меры по обновлению флота. Необходимо принимать текстовые меры по обновлению флота. Сегодня первое чтение прошло закон о поддержке строительства и строительства и строительства, все участники этой работы выступали активно за этот закон, поскольку мы надеемся, с помощью общественности Анатолий Гудович, мы должны этот закон принимать, поскольку мы должны главную базу для того, чтобы владелец был заинтересован в строительстве нового флота. Более того, есть еще целая законная карта, премьер, нормативная карта, правительство, которое компенсирует, нормальную компенсацию ставок предельным, тем, чтобы дать возможность владельцу рассчитывать компанию судов. И здесь мы просили бы и общественную комиссию поддержать владельцев, чтобы создать благоприятные условия для судоходных компаний устроивших судов. И четвертое и пятое заключение – вопрос о саморегулировании. Сегодня тоже об этом уже говорили. На самом деле саморегулирование повышает повышение саморегулирования социальных бизнесов, которые объединяются по принципу повышенного стартапа. То есть на сегодняшний день, к сожалению, механизмов по признанию саморегулированных организаций нет. И на наш взгляд, по мнению большинства специалистов, вот такой подход к признанию и регулированию через социальное ответственность позволит реально повысить серьезную безопасность на итоге города. Вот основные итоги этой работы. Безусловно, мы заинтересованы в общей субботе, в общей субботе, в общей субботе, в общей субботе, в соответствующих предложениях.